В сегодняшний день Успения Царицы Небесной хотелось бы сказать несколько слов о том, в каком случае человек лишается благословения Царицы Небесной и что сделать нам, чтобы его получить. Если человек слышит безбожную речь и не уклоняет свой слух, он опустошает свою душу и лишается благословения Божьей Матери. Если человек слышит сквернословие и не сделает ни замечания, не остановит такого сквернослова, который хулит имя Матери, а имя Матери свято, Мать дала нам жизнь, через ее утробу приходим в этот временный мир и мы с вами. И слово «мама дорогое», мамой надо дорожить, с ее лаской и заботой легче нам на свете жить. Есть такие слова. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому переживая, помолиться о тебе. Если кто-то оскорбляет имя Матери, а тем более позволяет скверно говорить, употребляя это святое слово, он оскорбляет Мать Богородицы, потому что она тоже называется Матерью Бога нашего. И он оскверняет землю Мать, нашу родную русскую землю, которая рано или поздно примет каждого из нас. Вот потому, когда человек слышит матерную брань, она даже называется матерная брань, слово даже такое несовместимое, как можно святое совместить с бранью. Это слово дорогое. Мамой надо дорожить, а не сквернословить. Поэтому тот, кто сидит в присутствии матершинников, или слушает, или смотрит с матом, а сегодня уже молодежь наша не просто ругается иногда матерной бранью. И, как говорят многие, в том числе и учителя, они уже на этом языке разговаривают. Поэтому, дорогие братья и сестры, напомните детям, и сами, как говорили раньше, зарубите себе на носу, никогда не сквернословить. Святые подвижники благочестия говорили, человек, который ругается матом, свидетельствует о слабости и скудаумии своего ума. Но, допустим, если кто-то оказался в присутствии безбожников, хулетели имени Царицы Небесной и Сына Ее, и Бога нашего Иисуса Христа, и вдруг вслух эта мерзость проникла. Или, допустим, кто-то оказался в кругу людей, которые ругаются матом или сквернословят. И вслух уж вошло то, что нас раздражает, нам неприемлемо. Что в этом случае делать? Хороший совет есть у святителя Николая Сербского. Когда ты зайдешь в свой дом и увидишь в ней жабу или мышь, ты тут же изгоняешь их? Точно так изгоняй из слуха твоего то, что ты услышал скверное. Допустим, скверную брань, а может быть, слова безбожника. И если вдруг, говорит святитель Николай, ты не изгнал из слуха своего, а эти слова опустятся в твое сердце, оно без вреда не останется. Вот почему нам нужно не впускать все то, что мы вдруг услышим, в сердце свое. Неслучайно мудрый отец говорит наставление своему сыну, береги свое сердце, сынок, услышать ты сможешь разное, но в сердце не пускай ни скверны, никакой гадости, никакого безбожного даже помысла. Бог есть, и Он есть победитель смерти. Но что делать, если все-таки в сердце проникло то, что услышал слух? Вот тут святитель Николай советует применять Слово Божие. Бери сразу Евангелие и Словом Чистым, Словом Божьим, изгоняй всякую скверну от твоего сердца, которое проникло через слух в самую ее глубину. Вот, дорогие, мне хотелось бы сегодня в этот праздник Успения Божьей Матери возвеличить это святое имя Мать Бога, Мать каждого из нас, Мать Родина, Мать Земля, Мать Церковь. И мы должны заступаться за святейшее имя Мамы, которую мы должны любить, почитать, потому что это заповедь Бога. Чти Отца Твоего и Матерь Твою. Да благо Тебе будет и долголетен будешь на земле. Вот чтобы иметь в жизни благословение Божьей Матери, давайте почитать земных родителей, любить свою Церковь, Мать, никогда не позволять оскорблять имени Матери Божьей, Господа нашего Иисуса Христа. И вдруг, если мы окажемся среди людей, которые оскверняют это святое имя, не останемся там. Остановим злоречивых и затворим их уста. Есть Господь, есть Божья Матерь, которая сегодня не просто умерла, а уснула. И напомните этим безбожникам и хулителям имени Божьего. Страшно умирать, без Бога. Страшно без Бога умирать, потому что после смерти человека сразу ожидает встреча с Богом. И вот это будет страшной для тебя встреча хулителя имени Царицы Небесной или сквернословящего безбожника. А не страшно умирать тем, кто любил Божьей Матерь, кто любил Господа Иисуса Христа. Для таковых будет радостная встреча, этот переход из временной жизни в жизнь вечную. Я хочу всем вам пожелать, чтобы день нашего с вами исхода из этого временного мира был радостной встречей с Господом, с которым я убежден, каждый из вас уже здесь, на земле, смог встретиться и полюбить его всем сердцем, всей душою и всем помышлением твоим. И вот наша теперь задача нести этот свет веры, свет надежды и свет любви в мир, который еще не знает ни света, ни надежды, ни любви к Богу и к Его причистой Божьей Матери. С праздником, дорогие! И пусть молитвами Царицы Небесной успение, которое мы сегодня торжественно празднуем, будет для каждого из нас напоминаемым о том, что смерти нет, она побеждена смертью Христа и сегодня еще раз подтверждает этот праздник, что она даже и смертью-то не называется, а называется успением. Храни вас всех, Христос!